Всем привет! С вами Вадим Казин и сегодня мы поговорим про следующие. Первое, это ранговые бои. Рассмотрим совсем кратко, кое-что расскажу, свое мнение выскажу. Второе, поговорим также про советский крейсер седьмого уровня под названием Чёрс. Ну и третье, я вам покажу, а также расскажу про свою шикарную позицию на данной карте. Итак, начнем с ранговых боев. Ранговые бои, раньше я в них конечно играл, даже доходил там по-моему до четвертого уровня, но не выше. К сожалению, у меня не хватало, может быть, усидчивости, может быть, желания, а также времени играть в этот вот интересный, возможно, режим. Честно, я признаю, что есть люди, кому этот режим нравится, они от него фанатеют, там балдеют, получают радость. Я, честно говоря, ну не сказать, что он прям по нему фанатею, но в принципе поиграть можно. Для меня плюсом является в данном режиме следующее, это его короткое время, то есть мы за краткое, за именно короткое время продолжительности боя можем заработать примерно столько же, сколько в обыкновенном случайном бою, когда ты играешь там 20 минут. Здесь обычно бои идут гораздо быстрее, чуть ли не в два раза по времени сокращенной. Почему? Ну потому что команда 7 на 7, хотя в тех же самых случайных боях, вы все прекрасно знаете, что там команда собирается 12 на 12. Ну, соответственно, раз меньше кораблей, и, кстати, еще тоже есть такая позиция, да, то, что все точки у нас в этом режиме, они расположены ближе друг к другу, и, соответственно, заставляет корабли идти на сближение. Чем быстрее они сближатся, тем быстрее они друг друга расстреляют, и это тоже приводит к тому, что бои идут очень-очень быстро. И это, кстати, мне очень нравится. То есть, ну, есть ребята, которые фармят в этом режиме, причем фармят очень приличное количество серебра. Есть ребята, которые качаются, то есть прокачивают там командиров, пожалуйста, на премиум кораблях. Гораздо быстрее идет прокачка. Есть ребята, которые качают стоковые корабли. Вот это я на самом деле не очень приветствую. Но, кстати, вот мы поговорили про ранговые бои. Да, есть ребята, играют, пускай играют, пожалуйста, нагибайте, веселитесь. Но лично я, как бы, прям, не сказать, что фанатею, но плюсы в этом режиме для себя все-таки вижу. А теперь давайте вернемся и поговорим про мою шикарную позицию. Моя шикарная позиция вот в этом вот месте, и буквально, ну, в этом вот квадрате, и плюс квадрат еще проявит меня, если вы смотрите на миникарту. Суть такая, что наша союзная команда пошла вся дружно на точку А. И, кстати, я вам дам совет. Ребята, если вы не знаете, куда идти, соединяйтесь в ордер, в эскадру, в отряд, и идите вместе, дружно, со всеми кораблями. ЕС при условии, естественно, если вы не знаете, куда идти. А если вы знаете, куда идти, обязательно идите туда и там нагибайте. Суть моей позиции шикарной в том, что я в данном квадрате начинаю всячески отвлекать вражескую команду. То есть эсминцы поставили дымы, ну, кто-то выкатился с них, и для тех моих союзников, которые находятся на точке А, их не видно. Но в этой позиции я их прекрасно вижу и показываю также своим союзникам. Плюс я их тут очень сильно отвлекаю. Почему? Потому что удобно все-таки развернуть орудия главного калибра в одну сторону, и маневрировать, не открывать свой борт. Но я нахожусь к ним уже в очень неудобной позиции. Им приходится выбирать, либо открывать борт союзникам, которые находятся на точке А, либо открывать борт мне. Кстати, я тут на данной позиции очень сильно не нравлюсь вражескому Киеву. Вот он, видите, пытается меня тут всячески развлекать, но у него не очень это получается. В итоге он вышел, поставил, пострелял, поставил дымы и ушел. Далее. Давайте поговорим, кстати, про советский крейсер седьмого уровня «Щёртс». Корабль очень интересный, такой очень с большими крайностями. Крайности первое, положительно. Это прекрасные 152-мм орудия, которые 12 штук, соответственно, расположены в четырех башнях, по три штуки в каждой. Имеют прекрасную точность, имеют очень приличную перезарядку, хорошую баллистику. То есть про орудия только, можно сказать, только очень-очень положительные слова. Ну, добавить бы урон фугасами чуть-чуть, и было бы вообще the best. Но, к сожалению, за всё хорошее всегда надо чем-то расплачиваться. В данной игре у нас это плохая манёвренность у данного крейсера. И этим, кстати, пользуются вражеские линкоры. Даже при всём желании, если вы хотите отвернуть от выпущенного в вашу сторону залпа, поверьте, вам будет не всегда это удаваться. То есть большой радиус, вы пытаетесь развернуться, вы хотите, вы нажимаете кнопочку, но очень медленно и очень долго разворачивается данный крейсер. Соответственно, прилетающие снаряды там от залпа линкоров очень быстро могут вас вывести из строя. Кстати, Киев тут опять выходит из-за дымов, решил меня поразвлекать, но у него это, к сожалению, не получилось. И, кстати, для радости для меня, это мой первый фраг. Далее, вы помните тех моих союзников, которые в начале боя кликали, мол, типа, куда ты пошёл, что ты делаешь? Смотрим на список команд, они уже на дне. Поэтому, опять же, вернусь к просмотру вот этих вот, к обсуждению ранговых боёв. Бывает, вот иногда ребята, которые ведут себя не очень в чате, типа, там, начинают что-то пытаться командовать, но после того, как они накомандовали, оказаться на дне, но очень, получается, не красиво. Поэтому, лично я, как бы, стараюсь очень за редким случаем писать что-то в чате. Обычно это касается только давайте все дружно пойдём на ту или на эту точку. В остальном случае я молчу. Ну, естественно, молчу по своей причине, но также по причине того, что я очень часто был забанен в этом режиме. Кстати, уже два раза был забанен. Ну, это ладно. В итоге, выходит на меня такой же Щёрс, правда, уже вражеский, пытается по мне пострелять. Видно, что он стреляет ББшками. Я переключаюсь на Фугасы и Фугасами его спокойно расстреливаю. Поэтому, ребята, если видите, что крейсер идёт к вам носом на среднем и дальнем расстоянии, смело переключайтесь на Фугас. Забираю Щёрс. Также выходит Блэскавица. Блэскавица, кстати, на меня вообще не смотрит. Она занята другим кораблём. И это, кстати, идёт мне на пользу. Я спокойно её расстреливаю. И, внимание, это уже третий у меня фраг. В итоге, что мы видим? Я на данном пятачке сделал три фрага. Поотвлекал вражеские корабли. И, кстати, вот, посмотрите. Мёка на меня тоже не обращает никакого внимания. Я этим пользуюсь. И, внимание, это уже четвёртый фраг. То есть, получилось, за небольшой период времени я на данном пятачке сделал четыре фрага. Ну, просто, я считаю, хороший результат. В данный момент я решаю всё-таки воткнуться в остров, потому что вижу, что Нью-Мексика выходит из-за острова. Она наверняка может меня видеть и отправить в мою сторону с залпа. Но я всё-таки решил спрятаться вот за этот чудный остров. Вижу вражеский эсминс Моцуки, который, кстати, пока светится, для меня не представляет никакой угрозы. Сдаю назад. Я знаю, что у меня четыре фрага. Очень большое и сильное желание взять пятый фраг, чтобы получить медальку Кракен. Но мой союзник его с помощью торпеды всё-таки забирает себе. Остаётся один только линкор. Вражеский под названием Нью-Мексика. Но надо его по-быстренькому забирать и делать себе Кракена. Пока я это делаю, давайте подведём небольшие выводы по тому, что я вам сказал. Итак, по поводу рангов. Ранги интересные, ранги нужны. Ну, те причины я вам уже назвал. Во-первых, это быстрая прокачка. Прокачка именно серебра, прокачка командиров, прокачка кораблей. Также можно в данном режиме заработать большое количество флажков, а также серебра, если вы успешно берёте ранги. А если вы возьмёте первый ранг, то в сумме вы получите около трёх с половиной тысячи дублонов. Ну, в принципе, очень-очень приличный такой приз именно для тех игроков, которые любят играть в эту игру. крейсер. давайте поговорим про данный крейсер. Крейсер очень интересный. Крейсер имеет крайности и прекрасные орудия. В нём сочетается с плохой манёвренностью. Также за минусы у данного крейсера я бы вам всё-таки рассказал про отсутствие истребителя. То есть катапультный корректировщик есть. Иногда я его использую в данном режиме, но всё-таки хотелось бы, чтобы был истребитель. Для чего? Ну не для того, чтобы он там боролся с вражеской авиацией, а прежде всего для того, чтобы подсвечил вражеские эсминцы, которые прячутся за укрытиями в виде островов, либо там ещё чего-то. В итоге, пока я тут расстреливаю мексиканца, уже кстати получил основной калибр, и честно вам скажу, это будет всё-таки мой пятый фраг, и я его заберу. Ну а теперь давайте поговорим про мою шикарную позицию, да, тоже сделаем небольшие играйте на ней, выигрывайте. Единственным условием на данной позиции вы должны быть в единственном числе. Если вас будет двое-трое, то вашу команду на точке А очень быстро расстреляют. Какие корабли именно могут работать в этой шикарной позиции? Прежде всего это эсминцы и крейсера, остальные не зайдут. Ну на этом в общем всё, я кстати взял шестой ранг в этом бою. В общем на этом всё ребята, спасибо, что смотрели. Надеюсь вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также переходите в группу ВКонтакте. В данный момент я разыгрываю там 100 бонус-кодов на флажки, дублоны и камуфляжи. Всё ребята, спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!